Здравствуйте, друзья! Здесь Деменков Юрий. Только что хотел видео снять по поводу инвестиционной идеи на акции Мегафон. Дело в том, что Мегафон принял решение выйти из листинга на лондонской бирже. И осуществляется выкуп акций Мегафона. То есть Мегафон выкупает сам свои акции на лондонской бирже. Инвестиционное предложение следующее. Например, когда компания выходит из листинга на какой-то бирже, она обязана просто предоставить миноритариям, тем, которые владеют акциями, ну, какой-то определенный срок, оговаривается, выкуп этих акций. Так вот, Мегафон объявил, что он выходит. И в период с 16 июля по 22 августа компания выкупит свои акции. Цена выкупа составит 9,75 долларов за обыкновенную акцию и ГДР. Ну, это депозитарная расписка. Ну, то же самое, что акции. Аферта делается от лица 100% на дочке Мегафона и так далее. Вот. И просто котировки акций были, соответственно, ниже на этом уровне. И можно было буквально за месяц получить прибыль из расчета 20% годовых в валюте. Но, к сожалению, я вот только что посмотрел на курс акций Мегафона, они уже выросли. Вот. В рублях то же самое можно было сделать, но акции уже выросли на те самые 4%, на которые планировалось. Поэтому идея, к сожалению, наверное, уже устарела, потому что она вряд ли работает. Но, тем не менее, друзья мои, я буду стараться держать вас в курсе событий и постараться быть более оперативными с инвестиционными идеями, которые появляются, потому что я за ними слежу. Вот. Ну, данная инвестиционная идея, почему я ее немножечко проворонил, потому что она для квалифицированных инвесторов. И там суммы, ну, на лондонской бирже имеют место, ну, там от 10 тысяч долларов, потому что эти сделки происходят, ну, в отдельном режиме, вне биржевой рынок. И там комиссия брокерская повышенная, она съедает, в общем-то, очень много. Такие сделки имеют смысл от больших сумм. Вот. Но, тем не менее. И я вам советую присмотреться на московской бирже, на акции Мегафона, которые тоже растут в связи с обратным выкупом на лондонской. И есть вероятность того, что Мегафон уйдет и с московской биржи тоже. Дело в том, что компания Мегафон приняла решение о том, что она концентрируется на цифровых технологиях. Всем компаниям не дает покоя пример компании Амазон Американской, которая вышла практически на первое место по капитализации в Америке. Это компания, которая занимается электронной продажей, аналог. Да, всем не дает покоя Алиэкспресс, естественно. И поэтому Мегафон сейчас хочет создать такую вот площадку типа Амазона у нас. И концентрируется вот на всяких этих цифровых технологиях продажи и так далее, и так далее, и так далее. И вообще цифровые технологии сейчас очень сильно развиваются. Яндекс в этом смысле свой Яндекс Маркет тоже продвигает. Вот, ой, Мегафон. Не помню, кто Сбербанком, со Сбербанком. То ли Яндекс, то ли Мегафон. Но сейчас очень идет активная борьба за цифровые технологии. И ждите перемен. Там будет интересно. С переводами я еще сниму видео, что нам грядущий год готовят по поводу переводов физических лиц. Там революция полная будет. Поэтому оставайтесь на моем канале. Следите за моими видео. И инвестиционные идеи тоже будут. Я обещаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...